Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру Хаус Флиппер. И сегодня мы с вами наконец-то поиграем в новое DLC, которое называется Фарм Флиппер. Признавайтесь, вы же тоже ждали, когда в этой игре появится ферма. Большое спасибо разработчикам за предоставленный ранний доступ. И мне появилась идейка. А может быть сделать розыгрыш на новое DLC? Как считаете? Мне кажется, что идея очень даже неплохая. Приходите на стрим в воскресенье, мы там с вами все обсудим. И обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить все новости. Конечно же, новое DLC без вас я еще не смотрела. Но когда у меня подгрузилась игра, я обратила внимание на то, что в меню мне был доступен только один вариант новая игра. Сначала я была в шоке, думаю, ну все. Мы с вами потеряли весь прогресс, нужно будет начинать с самого начала. Но оказалось, что не все так плохо. В моей основной игре весь прогресс сохранился. А вот в версии Early Access мы с вами будем начинать с самого первого маленького дома. Как же давно я не видела этот маленький домик. Кстати, кто из вас помнит, когда мы с вами впервые поиграли в игру House Flipper? Напишите в комментариях, а мы с вами сейчас снова приступим к ремонту этого домика. Слушайте, а может быть попробовать из этого маленького домика сделать небольшую ферму? Приветствуем тебя в House Flipper! Эта игра позволит тебе покупать, ремонтировать, обустраивать и продавать обновленные дома. Но пока тебе придется довольствоваться этим сараем. В смысле сараем? Это не сарай, это моя будущая маленькая ферма. Который по сути является твоим офисом. Прекрасно. А где же слово ферма? И ноутбуком, твоим центром управления. Прекрасненько. В вашем почтовом ящике появились новые заказы. Это мы с вами все знаем. У нас тут есть все дополнения. Пэтсы, фарм, флиппер. Ребят, самое интересное. Животные и сельскохозяйственные культуры. Режим архитектор, ребят. Самый офигенный режим. Я уже трошки почитала про это DLC. И здесь мы с вами сможем с нуля строить дома. Уху! Уху, наконец-то. Я надеюсь, что я все правильно поняла. А то я так радуюсь. А на самом деле, может быть, я все неправильно поняла. Новые дома. Кстати, да, нам с вами будут доступны новые дома. И многое другое. Это самое главное. Ребята! Старый добрый домик, который мы с вами должны привести в порядок. Так, это мы с вами все убираем. Убираем, говорю. Открываем. Вспоминаем, как играть. Потому что я так давно не играла в хаус флиппер. Это просто какой-то капец. Итак, мы с вами заходим и попадаем в мою будущую ферму. Давайте мы с вами посмотрим. Кстати, посмотрите, какая я богатая. У меня целых 10 лямов есть. И такой маленький домик. А еще, давайте посмотрим, что у нас с вами здесь изменилось. А здесь у нас вроде как ничего не изменилось. Подождите. Почекайте ежики. У нас с вами есть... А как мне переключиться? Подождите. А, Q. Точно. Перенос предметов. А все остальное у меня заблокировано. Так не честно. Так не честно. У нас с вами еще некоторые функции заблокированы. И, кстати, обратите внимание, что теперь у нас появилась бензопила. Да, мы с вами сможем ее пользоваться, но вот эту бензопилу мы пока что вынесем на улицу. Давайте глянем, что у нас доступно в ноутбуке. Закрываем. Переходим вот сюда. Но это письмо мы с вами уже видели. А можно посмотреть? Завершить один заказ. Завершить один заказ из Farm DLC. А мы с вами сейчас перейдем вот сюда. И у нас есть... Ребята, смотрите, где Молли? Если вы ищете идеальную пару, местные предлагают заглянуть к Джо и Лили. Неразлучны с самого детства, а теперь счастливы в браке и отлично содержат ферму. И да, они справляются очень хорошо. Однако местные не знают, что этим утром Джо и Лили обнаружили свой сарай разрушенным. А любимая корова Молли ушла. Пара могла бы решить одну из этих проблем, но вот сразу две вряд ли. Ну, кто ж как не я поможет этой паре? Давайте посмотрим, где же Молли. Ребята, смотрите, какая красивая ферма. Так, мы с вами должны ее построить в Sims 4. У нас же есть коровки, у нас есть с вами курочки. Поэтому я думаю, что можно будет что-то такое построить. У нас, кстати, даже похожие двери есть. Поэтому no problem мы с вами это все попробуем. Значит, мы сейчас с вами, наверное, выполним это задание. Заодно посмотрим, какая у нас новая мебель. И, наверное, сейчас мы с вами как раз увидим вот этот новый режим, где мы с вами с нуля можем что-то построить. Вот самое интересное, мы можем строить только сарайчики или дома тоже? Я не верю. Когда все началось, когда мы сошлись, это произошло. Посмотрите на этот сарай. Крыша прогнила. И Молли пропала. Мы купили ее в Happy Ranch, когда она была еще теленком. Она мне так понравилась. Джо пытается ее найти уже несколько часов. Я должна к нему присоединиться. Возможно, будет проще заметить ее с помощью, ну, на самолете. Пожалуйста, приведите в порядок вот этот вот сарай. Так. Ну, отлично, ребят. Where is Molly? Жалко, что нас не попросили пойти еще Молли поискать. Ну, ладно, окей. Не будем мы с вами сегодня искать коровок. Слушайте, мне кажется, или музыка какая-то прям совсем тихая. Поздравляем. Ты разблокировал новый инструмент. С этого момента ты можешь убирать грязь, используя швабру. Я сделала трошки громче. Надеюсь, теперь музыку будет слышно. Ребят, давайте сначала устроим экскуршн. Вам же тоже хочется взглянуть на эту ферму. Значит, здесь у нас курочки. Привет. А можно зайти? Давайте зайдем. Главное их не выпустить. Эй, тихо, аккуратно, не выходить. Никому не выходить. Стоять на месте. Привет. Можно взять? Да, можно повзаимодействовать. Но я так понимаю, что мы можем только погладить. Привет. Привет, 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 привет. Нет, у нас, кстати, появилась новая рука. Вы можете ее выбрать в меню. Так, закрываем. Закрываем, пошли посмотрим. Значит, что у нас вообще за задание? Давайте сначала по заданиям пробежимся. Отремонтируй. Большое повреждение крыши. Повреждение крыши. Использовать инструмент крюк. Я надеюсь, мы никого не будем подвешивать. А можно мне туда? Мне туда нельзя. Я хочу туда пройти. А ну давайте аккуратно. Блин, я не влажу. Ну ладно. Хотя я могу здесь открыть. В смысле? Я закрыла. А, ну все. Меня туда не пускают. Так, аккуратненько. Эм, уважаемые, я хочу пройти. Все, я пошла. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Значит, здесь у нас... Оооо, смотрите, какой домик. Я так понимаю, что эта вся мебель нам с вами будет доступна. Нок-нок. А можно мне пройти? Можно мне пройти, пожалуйста? Ребята, меня не пускают внутрь. Почему в таких играх меня не пускают внутрь? Ооо, у них там жираф. У них там жираф. И он там собака из друзей. Ладно, не пускают и не надо. А может быть, я могу через окно? Ооо, через окно меня тоже не пускают. Ну ладно, хорошо. Движемся с вами дальше. Значит, здесь у нас сарай, который... Ребята, вы тоже видите, что там голубенькое блым-блым? Хорошо, сейчас подойдем к блым-блым. Здесь у нас есть вот такая вот еще площадка. Окей, заходим. Мне кажется, что нужно будет поубирать вот это вот все. Убрать мусор, продать предметы. Окей, убираем. Это мы тоже с вами все убираем. Убираем, убираем, убираем. Использовать. Ааа, смотрите, как интересно. Давайте вот это сейчас все тоже поубираем, убираем. Давай поубираем. Я так понимаю, что скорее всего, хотя не факт, в этом DLC, наверное, в некоторые дома нас будут пускать, а в некоторые не будут. Ну то есть, в принципе, наверное, все будет зависеть от того, что мы с вами будем делать. Так, возвращаемся вот сюда. Мы должны это все попродавать. Так, это мы тоже с вами продаем. Вот это продаем, убираем. Комната 132 метра. Слушайте, а наверх мы... Да, можем подняться. Игра иногда трошки подфризывает, но это Early Access Version. Тут может всякое произойти. Подходим сюда, и у нас есть еще одна кубка. Давайте это выбросим, это выбросим, это выбросим. Я помню, как многие ждали ферму. Обсуждали у меня в комментариях. Хотим уже ферму. Когда же ферма? И причем, знаете, что самое интересное? Где-то в феврале, по-моему, я заходила в Steam. И сначала писалось, что игра выйдет 13 апреля. Да, ребят, еще раз напоминаю, потому что наверняка меня опять спросят в комментариях. Даша, откуда у тебя версия? Это Early Access версия. Это еще не полноценная. То есть, она-то выходит 13 февраля. А у меня получается Early Access. Так вот, я зашла в Steam, смотрю, а почему-то пропала точная дата. То есть, не было никакой даты, когда... А можно это поубирать? Да, давайте поубираем. Не было вообще никакой даты. А, ребят, я поняла, что это у нас за швабра. Я же говорила, мы с самого начала начинаем. И у меня пока что нет вообще никаких перков, вообще ничего. Значит, я смотрю, что дата пропала, и я думаю, ну все, капец. Все, игру отложили, не пойми, когда она выйдет. Я уже так расстроилась, просто так хочется поиграть с фермой. А тут вроде как отложили выход, и думаю, ну все, мы с вами попали. Кстати, давайте я вам сейчас кратенько, пока мы с вами тут убираем, я вам расскажу, что еще появилось в игре. Значит, у нас появился новый режим, с помощью которого мы с вами что-то можем строить. Пока что мы с вами еще не смотрели, что именно. Но мы с вами сможем что-то с нуля строить. Также появилась новая функция окрашивания стен. И мы с вами ее трошки позже увидим, потому что теперь можно стенки окрашивать с помощью специального пистолета. Убираем, убираем, убираем. Понятное дело, что появились животные, появились новые домики. Слушайте, по-моему, вот это окно. Давайте, наверное, к руке перейдем, помыть окно. Давай помоем. Давай здесь помоем, потом мы с вами... Ууу, ребята, как же это все будет сложно с самого начала начинать. У меня же потом были всякие крутые штуки, куча всяких перков. А сейчас у меня нет ничего. Ладно, аккуратненько. Я надеюсь, что это окно я помою до того, как на улице стемнеет. Все прекрасно. Открываем. Здесь у нас, по-моему, только паучишка, да? Давайте снова возьмем швабру. Убираем. И можем сразу же открыть окно. Привет, коровки! Вы не хотите пойти потом посмотреть, как я тут поубирала? Осталось совсем трошечки вот здесь. И мы с вами домыли это окно. Открываем и открываем. Ну все, вроде как я все окна помыла. Теперь давайте подниматься на второй этаж. Аккуратненько. Главное не гэпнуться. Поднимаемся. Поднимаемся. И нам с вами нужно еще вот это вот все попродавать. Это тоже нужно продать. Здесь еще больше паутины. А мы, получается, на ту сторону перепрыгнуть, нет? Не можем. Жалко. Хорошо, поднимаемся с этой стороны. У нас тут тоже есть несколько паутинок. И нужно вот это вот все поубирать. Я так понимаю, что здесь нам, наверное, нужно будет окно добавить, что ли? Давай уберем. Все. Убираем. Раз. Это мы с вами все чистим, 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 чистим. Это убираем. Все. Очистить грязь. 51. В смысле 51? А где мы с вами еще не поочищали грязь? А, знаете где? Наверное, на улице. И как я... Ребята, а как я тут стою? Я же, по-моему, где-то левитирую. Я что, умею летать? Прекрасно. Знаете, если бы у нас появилась возможность еще взлетать, какой-нибудь реактивный ранец, это было просто бимба, но, к сожалению, я так понимаю, что реактивные ранцы не подвезли еще в эту игру. Здравствуйте, меня прислали из клининговой компании, я должна помыть ваши окна. У меня есть реактивный ранец, поэтому окно на 23 этаже я, в принципе, могу и без лестницы помыть. И даже без каких-то специальных приборов. Так, все? Нет, не все. Ребята, а где я еще не домыла? Кто видит, где я еще не домыла? По-моему, там был какой-то куточек. Так, открываем раз, открываем два. Ну, и я смотрю, что вроде... Блин, тут какие-то потеки. Ребят, нам придется сейчас строительные леса, наверное, покупать. Ты можешь на своем ранце сюда подлететь? Придется нам с вами все-таки какую-то лестницу покупать. Я так понимаю, что мы с вами еще вот это не поубирали. Давайте переставим, может быть, куда-нибудь вот сюда. Так, крути, 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 крути. Крути, говорю тебе. Раз, два, вот. Все, бимба. Размещаем. Где? Вот здесь. Хорошо. Давайте теперь вернемся к швабре. А я не могу свою швабру прокачать, пожалуйста. Дайте мне прокачать швабру. Мне показалось, что здесь были какие-то потеки. Расположите заборы ворота, продать предметы. Контейнер для молока. Все-таки нужно продавать. Ну, хорошо. До побачения, до побачения. Я так понимаю, что, наверное, вот это тоже нужно. Центральные ворота, корыто, да. А я их так хотела аккуратно расставить. Ну, окей. Это мы с вами тоже продаем. Центральные ворота. Ну, все, продаем, продаем, продаем. И все, ребята, я в заперти. Хотя я, в принципе, наверное, могу выпрыгнуть через окно. Ребят, я не могу выпрыгнуть. Я не могу пройти через окно. Окей, ладно. Значит, что нам с вами нужно сделать? Купить предмет, гаражная дверь. Ну что, ребята, вам же тоже интересно, что же появилось в этом новом Делсе. Зернохранилище, магазин. То есть, смотрите, у нас теперь появился еще один новый пункт. А можно мне мебель посмотреть? Можно. Ребята, посмотрите, сколько всего нового. Давайте посмотрим по цветам. Много цветов. Много разных вариантов. Двухъярусные кровати. Наконец-то. Даже в Хаус Флиппере теперь есть двухъярусные кровати. Эти гардеробы, по-моему, у нас уже были. Хотя нет, я, честно говоря, вот эти вот все не помню. А давайте сделаем с вами по-умному. Давайте просто выберем фарм, потому что я сейчас буду очень долго искать. Значит, у нас появились вот такие вот ящички. Потом переходим с вами в гостиную. Давайте сразу же пробежимся по мебели, чтобы я потом не забыла вам все показать. Значит, у нас в гостиной вот такие вот новинки. И, кстати, обратите внимание, сколько разных шкафчиков. Это просто обалденно, потому что я помню, когда Хаус Флиппер, мы с вами только-только-только начинали проходить, шкафчиков было мало. Но мне всегда мало шкафчиков. И я помню, как же трудно было что-то подобрать определенное в каком-то стиле. А тут вы посмотрите, какой выбор. Прекрасно, возвращаемся назад. Детские. Посмотрим, что у нас здесь. А мы с вами, получается, сразу же в детские попали. Вот эти вот шкафчики, ящички. Проходим с вами в кабинет. В кабинете у нас появилось несколько новых столиков. Кресло-качалка, ребят. Нужно будет себе купить обязательно кресло-качалку. Потом переходим в коридор. В коридоре у нас нет плиззраков, но у нас появилась вот такая вот деревянная вешалка. У нас, по-моему, похожая вешалка была, если я не ошибаюсь. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Кухня. Ребята, кухня. У нас несколько, несколько новых холодильников. У нас новые раковины. Пошире, поуже шкафчики. Ребят, это бимба. Я в восторге. Мне нравится. Мне нравится, что появилось очень много различных предметов. Поэтому, мне кажется, что вам это DLC должно понравиться. Возвращаемся. Потом мы с вами посмотрим, что в спальне. Ну, куча всяких. Посмотрите, сколько гардеробов. Реально, очень много всяких различных вариантов. То есть, вы можете их как-то комбинировать. Переставлять. Новое, кстати, зеркальце. Ну, в смысле, туалетный столик. Так, движемся дальше. Я только, правда, не увидела. Еще одна двухъярусная кровать. Я, правда, не увидела декор. Почекайте, ежики. А где декор? А у нас нет нового декора? Ну, в смысле? Ну, как это нет нового декора? Свадебный. Ребята, все. Помните, в Sims 4 мы с вами строили Wedding Barn? Мне кажется, что можно будет здесь тоже что-то такое попробовать. Что у нас здесь? Декор. Потом у нас, может быть, в досуге что-то новое. Детская площадка целая, огромная. Я думаю, что следующий дом, который я куплю, это, конечно же, будет какая-нибудь огромная ферма. О, смотрите, и пугало, и трактор. Все. Это просто, ну вот, ребят, это все. Это у нас что такое? Это у нас сегмент крыши теплицы. Теплицы, ребята, теплицы сможем строить. Конструкции мы с вами посмотрели, посмотрели. Другое. Это мы тоже с вами посмотрели. Мебель. Всякая мебель, конечно же, для улицы была бы странная, если бы у нас с фермой ничего бы такое не появилось. Новое покрытие. Вот такие вот всякие различные варианты брусчатки. И, собственно, ферма. Ребят, семена подсолнуха, тыквы, картофель. Ребята. Я думаю, что с этим DLC мы с вами будем сталкиваться еще много раз, потому что мне очень нравится, как здесь все выглядит. Балконы. У нас появились... Подождите. А у нас были же балконы, но строить мы их с вами не могли. У нас были готовые. Ребята, у нас теперь есть возможность добавлять балконы? То есть, все-таки я была права, мы с вами сможем строить новые дома. Именно дома. Не только там сарайчики или еще что-то, а новые дома. Крыша. Посмотрим, что у нас в крыше новенького. Ух ты, ребята. Это все. Это, я так понимаю, что прекрасная DLC еще и для стримов. Поэтому, если хотите, мы с вами как-нибудь и на стриме поиграемся. О, кстати, передвижные леса. Это то, что мне... Это то, что мне нужно. Наконец-то можно будет не таскать их все время в руках, а можно будет просто на колесиках за собой таскать. Разные новые окна. Ну и, как вы видите, тут и разные цвета есть, и разного формата. Пол и потолок. Голубой ковер. О, дерево! Наконец-то новое дерево, ребята! Наконец-то! И, кстати, выглядит оно неплохо. Мы, конечно, попробуем его потом разместить, потому что, может быть, это я в таком восторге сейчас. А в самом доме оно будет соу-соу. Но мы с вами посмотрим. Так, давайте до самого низа пройдем. Ребята, сколько новых вариантов. Просто огромное количество. Если я не ошибаюсь, все DLC стоят 325 гривен. То есть, в принципе, ну, мне кажется, что не так уж дорого. А материала мы с вами получаем очень-очень даже много. Ну, понятное дело, что здесь очень много различных вариантов панелей. О, ребята! Даже вот такие вот симпатичные обои с пальмовыми листочками. Куча всякой плитки. Короче, я в восторге. Теперь давайте глянем, что такое зернохранилище. Я вот не могу понять. Это то, что мне сейчас доступно? Трюфели, ребята. У меня есть трюфели. Представляете? Цена 4. А, смотрите. Может быть, это то, что могу сейчас купить? Ну, я думаю, что это мы с вами все будем, наверное, изучать, когда у нас уже будет своя ферма. Хорошо, возвращаемся в задание. Нам с вами нужно что сделать? Нам нужно купить вот такую дверь. Можно было бы, конечно, взять вишню. Но мне кажется, что белое дерево будет смотреться трошки лучше. Ну и металл. Давайте, может быть, вот такой вот потемнее возьмем. И где мы можем ее разместить? Так. Дверь. Ты можешь нормально встать? Движемся, движемся. О, супер. Только вот сюда размещаем. И давайте все ломать, ребят. Мы же с вами любим ломать в Хаус Флиппере. Так. Убери, пожалуйста. Убери молоток. Открываем. Ребят, на нас посыпался сразу кирпич. Все. Прекрасно. Мне нравится. По-моему, погода. Ребята, пошел дождь. Так. А ну напишите сейчас в комментариях, был дождь в Хаус Флиппере или нет. По-моему, не было дождя. По-моему, дождя не было. У нас теперь идет дождь. Привет, коровки! Там дождь идет. Вы представляете? А, ну да, вы и так в курсе. Давайте мы почухаем коровку. Или дадим лакомство. О, лакомство. Мне кажется, что... А, я хотела только сказать, что, может быть, то были наши запасы, которые, например, мы можем дать коровке или же курочке. Привет, моя хорошая! Привет! Так, давай-ка мы будем закрывать. Это все-таки не наша корова, поэтому дать мы с вами ее не будем. Теперь займемся забором. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Я предлагаю, наверное, взять холодный дуб, бледный выбеленный кедр. Давайте, наверное, белый вариант. И я так понимаю, что нам нужно кусочек забора здесь, кусочек забора здесь разместить. А может быть, у нас тут будет два загона? Как думаете? Значит, начинаем с вами размещать. А как тебя надо размещать? А, вот оно что. Смотрите. Значит, аккуратненько ставим раз-два здесь размещаем. Видите? У нас получается сразу же... Подождите, а тут, получается, можно и вот так разместить. Слушайте, как здорово. И здесь размещаем. И у нас тут еще остается один кусочек. Ну, давайте, наверное, так сделаем. Крывенько. Ну, ладно, может быть, мы с вами сможем потом это все пофиксить. Перемещаемся здесь. Здесь. Ребята, почему у нас так по-разному все размещается? Тю. Здесь у нас почему-то такой забор. Здесь такой забор. Нам с вами нужно еще добавить ворота для ограждения. Давайте тоже возьмем белого цвета. Может быть, у нас ворота будут здесь. И давай посмотрим, может быть... Вот здесь можно, нет? А, видите, только между ними получается. Нет, вот здесь можно. Все. Ну, теперь вроде бы более-менее неплохо. Значит, нам теперь нужно что сделать? Нам нужно уложить напольную плитку. Вот, кстати, как раз вот такие вот панели. Можно потемнее, но давайте, наверное, возьмем посветлее. И начнем, наверное, с вот этого угла. У нас где-то есть еще грязь. Нам нужно еще грязь с вами доубирать. Я, видимо, из-за дождя уже не вижу, где у нас грязь. О, ребят, слушайте, какое неплохое покрытие. Мне нравится. Мне прям очень покрытие это нравится. Готово. Так, мы с вами все это вроде бы уложили. А может быть, надо было еще и на втором этаже? Кстати, где мы с вами все-таки... А, вон где грязь! Кстати, ребят, касательно аксессуаров и декора я ошиблась. Я, видимо, сразу же ткнула в мебель и не посмотрела, что у нас есть еще огромное количество различных аксессуаров. Вы посмотрите, сколько всякого крутого появилось этим DLC. Смотрите, есть коровка, есть пиги, есть маленький цыпленок. Так, ребят, мы с вами каждый дом теперь будем делать фермерским. Смотрите, сколько разных новых ковриков. Мне нравится вот этот вот ковер. Так, поехали ниже. Сколько всяких разных украшений. Сколько новых картин. Ребята, мне нравится это DLC. Освещение. Я тоже думаю, что-то странно, что у нас никаких новых лампочек нет. Вот такие вот разные светильники. Мне, кстати, очень нравится вот эта подвесная декоративная ветвь. Возвращаемся назад. Сантехника. Понятное дело, что что-то новенькое должно было появиться. Ванна, унитаз новый. Электроника, новый телевизор. Вот, наконец-то я нашла передвижные леса. Давайте мы выберем вот такой цвет. Здесь у нас будет вот такой голубенький. И покупаем сейчас, потому что... Вау! Ребят, а я еще думаю, почему такая цена высокая? Ничего себе. Так, а где, где, где подъем? Подождите, я уже успела в забор случайно влезть. А где подъем? А, вот у нас подъем. Поднимаемся. Аккуратненько. Ааа, вот оно что. Ребят, я сама катаюсь на этих лесах. Смотрите, можно покататься. Слушайте, как здорово. Значит, подъезжаем ближе. И мы сейчас с вами можем изи, просто изи здесь все поубирать. Так, ребят, ну наконец-то мы с вами избавились от грязи. Давайте подъедем вот сюда. Вместе со шваброй. А я не могу дальше? А, ну да, конечно, я не могу дальше, потому что у меня здесь забор. Здравствуйте, Даша. Выходим. Так, не надо уже его использовать. Да, ты можешь выйти? Выходи, пожалуйста. Мы вообще тут сможем? Ладно, я просто выпрыгну. Я просто отсюда выпрыгну. Ну, наконец-то я нашла этот 1% грязи. Все, готово. Теперь нам нужно с вами купить несколько предметов. Давайте глянем, что нам с вами нужно купить. Значит, мы с вами должны купить выключатель. Покупаем. И, наверное, мы с вами должны его на входе разместить. Как думаете? Я предлагаю его разместить вот здесь, возле коровок. Дальше. Смотрим, что нам с вами еще нужно. Наверное, какое-то освещение. Люминесцентная лампа. Нам нужно на стенках разместить 6 вот таких вот лампочек. Давайте пройдем, наверное... Да куда ты поднимаешься? Не надо никуда подниматься. Пойдем мы, наверное, во-первых, здесь 2 лампочки разместим. А ты можешь? Можешь? Да, можешь. Значит, лампочка number one. Сколько у нас тут? Раз, два, три, и это четвертая полосочка. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Давайте, наверное, с той стороны. И вот здесь можно. Значит, раз, два, три, четыре. И здесь точно так же повесим. Раз, два, три, и вот тут, по-моему, у нас четыре. Прекрасно. Сейчас, кстати, с вами включим свет. Не поднимайся, я тебя прошу. Не надо так делать. Блин, а давайте, наверное, где-то здесь, потому что у нас будет тогда не четыре. Мне будет как-то очень обидно, если не четыре. И здесь раз, два, подходи ближе. Три, четыре. Все, включаем свет, посмотрим, как у нас тут светлее стало. Ну, в принципе, стало трошки светлее. Мы сейчас с вами еще окно добавим, и точно станет светлее. Значит, нам с вами нужно купить деревянное корыто. Деревянное корыто, две штучки. Давайте, наверное, вот такое вот как раз и возьмем. Только нет, давайте светлую сталь. Я предлагаю одно корыто вот, наверное, вот здесь разместить. Значит, стой, пожалуйста. Или давайте здесь, во, супер, чтобы у нас хоть какая-то симметрия сохранялась. Одно корыто у нас здесь, и второе корыто у нас будет вот здесь. Супер. Круглая корыто. У нас есть два таких корыта, теперь у нас будет два круглых. Я предлагаю одно, наверное, наверное. Мне кажется, что, знаете, нам, скорее всего, придется здесь, наверное, продлить этот забор, потому что как-то странно выглядит. Зачем мы с вами добавляли в ворота, если у нас, как бы, здесь есть проход? Предлагаю одно корыто, наверное, здесь поставить. Ребята, хорошенятки заканчиваются. Я, конечно, богатая, могу им из 10 миллионов что-то выделить. Но, блин, соломенная кровать для животных. Они же у нас все равно не возьмут. Значит, нам нужно таких три штуки, правильно? Да, видимо, три штучки. Я предлагаю одну, например, вот здесь разместить. Потом одну, давайте, где-нибудь вот здесь. И, наверное, где-то вот здесь. Скорее всего, раз я уже вам говорила, нам придется здесь продлить этот забор, то пускай у нас здесь будет три вот такие вот кровати. Нам нужно ведро и нам нужна тачка. Прекрасно, два ведра. Возьмем, наверное, светлую сталь. Светлая сталь. Предлагаю одно ведро вот здесь поставить. Так. И второе ведро. Второе ведро. Хай тут стоит. Прекрасно. Тачка. Нам нужна тачка. А, не та тачка. Хорошо, давайте возьмем вот такой вот. А что у нас поменялось? Ребят, я же выбрала вроде... А что поменялось? Ребят, я выбираю цвет, а у нас ничего не меняется. Ручки меняются. Третий цвет. Тю. Мне кажется, что сама тачка, наверное, должна была стать другого цвета. Но окей, ладно. Будет у нас вот такая вот тачка, и хай здесь стоит. Нам нужно с вами купить гераду. Окно герада. Переходим с вами вот сюда. Возьмем, наверное, белое, как я вам уже сказала. Мне кажется, что у нас все-таки здесь, видите, белый цвет. И хай будет здесь белый. А можно как-то ровненько? Пожалуйста. Ребят, это ровно считается. Ваш бюджет скоро закончится. Да что вы говорите? Долби давай по окну. Вот. Супер. Ну, вроде бы ровно. Вроде бы ровно. Или не очень. А у нас с вами еще ремонт крыши планируется. Я не знаю, как мы с вами сможем это все сделать. Давайте продадим тогда вот это окно. Можно? Да. Можно продать. И тогда нам нужно снова купить окно. И, по-моему, я уже потеряла часть денег. Значит, мы берем РС-2. А у нас и так было все выбрано. Как бы тебя так ровно разместить? Блин, ребят. Ну, вот здесь. Вот вроде бы, вроде бы вписалось, да? Обрадуй меня, пожалуйста. Ровно. Наконец-то. Дуже дякую. Сток сена купить. Давайте купим. Так, прыгай. Ну, конечно, мне нужно было свалиться. Аккуратно. Поднимаемся здесь наверх. Нам нужно купить несколько стогов сена. Хорошо. Давайте мы разместим их, наверное, с этой стороны. Скажите, что они стоят, блин, по 70 долларов. Ребят, где я вам деньги возьму? 70 раз, 72. Разворачиваем. Давайте так красивенько, небрежненько, как мы с вами обычно делаем. Придется, наверное, что-то продать. А что мы такого с вами купили, что у нас уже нет денег? Что я купила? Я же ничего, по сути, не покупала. Я думаю, что никакой забор мы с вами достраивать не будем. Все, до побачения. У меня денег нет. 630. 630. Ребят, кто будет крышу чинить? Чур не я. Нет. Нет, я не буду. 490. Отремонтируй большое повреждение крыши. А может быть, мы бесплатно это с вами все сделаем? Почекайте, ежики. А где у нас... А где лестница? А, ну, прекрасно. С другой стороны подошла. Я думаю, а чего это? Я не могу. А можно нам повыше? Ребят, а как нам ремонтировать, если... Я не могу... А, space нужно нажать. Даша, здравствуй. Отлично. У нас есть крюк, оказывается. Получен крюк. Поздравляем. Вы разблокировали новый инструмент. Если хотите быстро передвигаться, используйте крюк. Ребят, мы теперь как Spider-Man будем летать. Представляете, так... И полетели. Если хотите быстрее передвигаться, используйте крюк. Прицелитесь в объект ближе 10 метров, нажмите и летите. Да ладно, ребят, теперь я Spider-Man. А что у нас тут очки? Доступны новые инструменты. Чтобы получить к ним доступ, откройте меню инструмента и нажмите Q. Все, ребята, по-моему, мы с вами... А ну, давайте посмотрим. Нажимаем Q. И что у нас? Крюк. А это все закрыто, блин. Ну что, полетели? Воу! Ребята, я в восторге. Так, ну, здесь у нас, как видите, проблем, в принципе, быть не должно с ремонтом. Так, ну, с крышами я смотрю, что, в принципе, мы быстро справимся. Ребят, как думаете, а еще выше мы с вами забраться можем? Да ладно! Смотрите, как здорово. А на ту крышу я смогу долететь? Давайте проверим. Отсюда мы не можем прицелиться. А отсюда? А ну-ка. Да, я могу даже сюда долететь. Нет? Да? Нет? Нажмите, чтобы отсоединить. Ребята, как же это круто. А туда? Ну, скорее всего, нет. Вряд ли, я не думаю, что мы с вами можем выходить за пределы. Ну что, мы с вами все сделали. Еще и сэкономили 490 долларов. Здесь мы с вами справились. Давайте, наверное, закроем эту дверь. Хотя, слушайте, ну, давайте достроим этот забор. Ну, не могу. Я смотрю на этот забор, и мне как-то грустно. Нам нужно белое дерево. Значит, размещаем раз. Будет смешно, если я сейчас не смогу достроить. Вот мы с вами... Нет, могу. Все-таки могу. Итак, мы с вами сегодня отремонтировали первую ферму. У нас осталось 355 долларов. Мы с вами молодцы. Выполнен заказ на 100%. 7000? Конечно. Давайте нам наши 7000. Смотрите, что было. И что стало. Мне кажется... Я не забрала свою лестницу. Я не забрала свои строительные леса. Ну ладно, это будет вам подарок. Это вам подарок. Мы же с вами не знали, что на улице стоит лестница. Хотя наверняка мне ребята уже в комментариях написали, Даша на улице же стоит. Как вы думаете, кстати, они нашли Молли? Вот у меня теперь вопрос, ребят. Я теперь переживаю за корову. Они нашли Молли? Мы же с вами так и не узнали, Молли нашли или нет. Ну вот все. И что теперь делать? Я буду переживать, что с коровой. Жива, она, здорова. Может быть, что-то произошло. Поздравляем! Вы разблокировали новый инструмент. С этого момента вы можете создавать постройки. Используйте инструмент архитектора и разместите на земле фундамент. Затем выделите его края и придайте форму. Наконец, нажмите Е, чтобы построить здание. Да ладно? Ребята, наконец-то получена мотыга. Поздравляем! Вы разблокировали новый инструмент. Чтобы вспахать поле, выберите мотыгу в меню инструмента. Выберите часть поля с помощью Q плюс колесико. И кликните на землю, чтобы удалить пол. Кликните на него выбранной мотыгой. Ребята, давайте глянем. Одним глазком сейчас глянем. А если вы захотите, то в следующей серии мы с вами, конечно же, займемся вот этим домом. Слушайте, а давайте попробуем его расширить. Реально, а что мы с вами паримся? Давайте подумаем, где мы с вами можем разместить фундамент. А может быть попробуем прямо здесь? Переходим с вами сюда, нажимаем Q и строительство дома, ребята! Да, наконец-то! Только мне здесь мешает вот эта копива. Давайте поубираем, убираем, убираем. Теперь мы с вами нажимаем Q строительство дома. Так, а где бы нам с вами разместить? Ну, давайте... Ага, значит, впритык мы не можем. 448 долларов. А, ну у нас же есть 10 миллионов. Чего я парюсь? Нажмите E, чтобы закончить строительство. Ребята, мы с вами построили какую-то маленькую комнатку. Мы можем снести здание, видите? Здание целиком? Нет! Не хочу начать изменения. А ну-ка, давайте глянем. А как мы можем здесь вот, например, добавить проход? Закончить, нажмите, чтобы выбрать фундамент. Ребята! Так вот оно что, смотрите. Стрелочка. О! Мы пристроили. А теперь мы можем вот эту стенку. Можно сюда? Нет? Я не хочу туда. Зажмите и перетаскивайте стрелки, чтобы изменять фундамент. Нажмите, чтобы выбрать фундамент дважды, чтобы выбрать край. Давайте... А почему я не могу в эту сторону? А почему я не могу сюда? Я хочу в эту сторону. Ладно, давай попробуем. Ага, видите, здесь мы можем туда-сюда. А почему-то к этой стенке мы не можем пристроить. Можем вот так попробовать сделать. Так, поехали. О! Супер, ребятки! А интересно, сюда мы можем? Нет, в эту сторону мы, получается, не можем. Слушайте, как интересно! То есть мы теперь с вами можем полностью модифицировать этот домик. Ну, а я думаю, что перестройкой этого домика мы с вами займемся уже в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось это DLC. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные серии. До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok